Всех приветствую друзья и добро пожаловать на канал. Сегодня мы с вами немножко поговорим о сборке ядра, что это такое, для чего это нужно и соответственно произведем настройки при помощи операционной системы ГЕНТЭ. Для этого мы воспользуемся генкернелом, посмотрим что такое меню конфиг и соответственно я вам покажу как при помощи опять же стандартного модуля гидра, который называется Virtua, собрать исключительно под свое железо, убрать лишние параметры, которые скажем так помогут произвести производительность. Если говорить за безопасность, опять же также убрать лишние модули, которые у вас имеются, такие как Bluetooth, Sound, звуковые карты, видеокарты, ненужные драйвера тех же самых блочных устройств, добавить или убрать поддержку различных форматов, таких как XT3, допустим XVS, если вы его не используете. Ну и соответственно немножко посмотрим, что с чем, как вообще связываться. Собственно, если говорить про ядро, сборку его, то самым основным компонентом операционной системы в любом Linux дистрибутиве это ядро. У них имеется, помимо того, что, ну если говорить за стандартные операционки, такие как RedHat подобные, то бишь CentOS, там Fedora, Asusia, ну любая операционка, которая использует binary, то соответственно вам заранее уже все делает и собирается, ставится и потом после чего вы уже просто-напросто используете. Так как ядра собираются для всех типов архитектур, а именно под железо, то соответственно там включается все. Есть конечно сорсники, такие как Arch Linux, такие как опять же Genta. На примере сегодня мы это как раз на Genta будем проверять. Естественно, у нас изначально требуется, что нам вообще, основное, что нам нужно, это получение исходного ядра, потом, если мы хотим произвести автоматическую сборку, то используем какую-то автоматическую, то бишь воспользуется меню конфигурирования, а именно Make Old Config. Это производится сборка старого ядра с поддержкой нового ядра, единственное, нам придется пробежаться, согласиться с изменениями, если это производится все вручную. Соответственно, если мы говорим за сборку ядра вручную, то нам нужно знать первоначально сайт. Сайт называется Тривиально, Kernel.org, у него есть как стабильные, так и соответственно какие-то тестовые ядрышки, есть старые, такие как четвертая версия уже, соответственно, третья, 2.6, самая последняя, вот ядро, если говорить за там опять же Центэш 6, до сих пор народ выпускает и как бы все довольны. Вот, собственно, перед самим скачиванием мы просто должны подготовить нашу систему, а потом мы уже, если у вас используется, скажем, AirSync, то можно AirSync закачивать, гитами, но как угодно на самом деле. Основное место хранения ядра лежит в директории, давайте я вам это все дело продемонстрирую, USR SRC, соответственно, сим-линком создается директория Linux и уже далее выбирается наше ядро. Так как в Генте мы поставили, соответственно, в предыдущем видеоуроке проводили установки, сборки, я показывал вам, что такое DepClean, зачем это нужно, как аккуратно устанавливать, очищать и, соответственно, понимать команды, такие как Emerge, то смотрите предыдущий видеоурок. Сейчас мы продолжаем, соответственно, если мы не знаем, какой у нас конфигурационный параметр в ядре, самый простой способ это взять конфигурацию с, скажем так, псевдофайловой структуры под названием PROC. То есть в нашей, скажем так, процессорной системе не всегда хранится конфигурационный файл, называется он config.gz, соответственно, вот у нас весь перечень нашего ядра, который собирался с какими-то определенными поддержками, и, соответственно, мы должны как-то это все дело реализовывать, настраивать. Для того, чтобы мы с вами могли что-либо произвести, какую-либо настройку, мы можем, к примеру, все это дело при помощи команды zcat распаковать вначале, после чего записать это в некий файл. Можно указать как kernel, пусть это будет 5.4.38.gentu, и все это дело у нас быстренько сохранится. Если мы хотим производить сборку руками, то, соответственно, идем, опять же, копируем все это дело, root, файл, который мы сохранили в root.usr.src, дальше linux.config, и перезаписываем файл, после чего опять же идем в директорию, и уже пишем make.out.config. И у нас будет производиться сборка при помощи команды, после чего мы можем с вами воспользоваться графическим интерфейсом. В самом деле, если говорить за графику, то там достаточно большое количество опций, которые можно использовать элементарно. Можно использовать make.config, это конфигуратор с текстовым интерфейсом, то бишь, будут вопросы следовать друг за другом, и вы должны на них отвечать. Соответственно, что-то вы должны там где-то соглашаться, где-то, допустим, отказываться. Самая распространенная сборка это make.menu.config, соответственно, это конфигуратор, основанный на псевдографике, и используется в основном в консоли. Есть также еще опция, называется dev.config, это создает новый конфигурационный файл с настройками по умолчанию. То бишь, если мы хотим прям совсем-совсем свежее ядро, без каких-либо изменений в системе, которые производились раньше, то данная опция очень помогает нам использовать. Что ж, если мы используем, опять же, хотим использовать настройки с графическим, там, каким-то GNO-интерфейсом, пусть это будет там KDE, GNO, ну, не суть важно, что это будет, то можно использовать xconfig, соответственно, будет использоваться QT4, и вы будете спокойно работать уже с графикой. И можно, такая командочка имеется, опять же, make.oes.config, соответственно, вы включаете все модули ядра, поддержку, то есть все-все-все полностью. Можно это, опять же, посмотреть при помощи опции make.help, в которой у нас все подробно здесь будет описано. В нашем же случае мы будем использовать ядро с поддержкой GenCernal, и, соответственно, уже потом, в последующем, будем реализовывать какую-либо конфигурацию. Что ж, первоначально, если мы будем использовать на базе GENTE, то давайте мы все сделаем как положено. Соответственно, есть eSelect Kernel, и мы посмотрим, какие у нас ядра имеются, и переключимся на свежее ядро. Выбираем Set2, соответственно, если мы проверим USRSRC, то в нашем случае переключился на ветку 5.448, и далее уже мы можем производить какую-либо настройку. Для того, чтобы мы могли с вами производить какую-либо настройку, мы можем указать старое ядро конфигурации, либо, соответственно, новое. Для сборки используется команда GenCernal с опциями, опять же, можно kernel-config. конфиг равный, и указываем, как я там написал, то kernel 5.4.3.8 с поддержкой LVM, и делаем меню конфиг, и далее указываем All. То бишь, чтобы у нас и устанавливалось, и собиралось, и выполнял какие-либо определенные действия. Нажимаем Enter, и получаем, что у меня GenCernal не установлен. Да, интересно. Давайте, курист и rv.grep.gencernal. Может, я ошибся. И пробнил установлен. Ну что ж, давайте быстро установим. Ого. Значит, в предыдущем видеоуроке я забыл это сделать. Ну, ничего страшного. Ну, пока это все дело устанавливается, мы можем с вами, собственно, поговорить по поводу опций. Есть такие штуки в меню конфиге, соответственно, которые позволяют нам устанавливать какие-то определенные символы. Соответственно, нужно понимать, что такое звездочка, что такое буква M. И, соответственно, эти опции должны уже потом посвящен с вами как-то... Ну, было четкое понимание. Звездочка отвечает за включение в ядро. То бишь, оно не будет выступать в виде какого-либо модуля. То бишь, оно не будет выгружаться из ядра. Оно будет постоянно находиться в системе. А модули это опция, которую можно использовать, во-первых, руками подгружать, выгружать, соответственно, руками. И если система не использует какой-то модуль, то он его будет посвящен, просто-напросто выгружать. Что ж, ядрышко у нас установилось, а именно Game Kernel. И мы сейчас с вами производим общую сборку нашего будущего ядра. Также есть определенные пункты. Сейчас у нас они с вами в теории должны появиться. Нужно также понимать, что за метки у нас имеются в системе. Такие как New, Experimental, Dipplicated и Absolute. Ну, соответственно, это какой-то новый драйвер в ядре. И, соответственно, может быть достаточно стабильным или недостаточно стабильным. Эксперментальные, соответственно, это нестабильные, совсем нестабильные ядра. И Dipplicated это ядра, то есть модули ядра, соответственно, какие-то опции, которые уже в ближайшем будущем не требуются. И после чего мы их просто-напросто, так сказать, разработчики выкинут из ядра. Ну и Absolute, это драйвер является устаревшим и его не нужно включать. Как мы видим, вот у нас появилась, собственно, опция меню конфиг. Давайте я это сделал поменьше, чтобы нам было всем хорошо видно. И можно приступить к основным параметрам. За General Setup отвечают у нас различные типы нашего ядра. То бишь, в нашем случае здесь, как таковое, уже с учетом того, что используется старая конфигурация, нам вполне достаточно просто-напросто какие-то вещи выбилить. Допустим, нам нужно четкое понимание того, что за процессор у нас в системе установлен, и как это можно посмотреть, и потом, после чего приступать к включению и отключению модулей. Ну что ж, давайте отдельной вкладочкой мы с вами подключимся, опять же, к GENTU LINUX. И далее уже будем смотреть. Есть команда dmidecode, не уверен, что она стоит, декод, да, не установлена, которая может как раз полностью отображать определенные параметры системы, такие, как BIOS, процессор, в основном это с просмотром процессора на каких-то вещей, motherboard, что у нас там на материнской плате, такие описания идут, жесткие диски, если не ошибаюсь, дали-дали-дали. Если у нас нет таких каких-то команд, которые вы не знаете, можно воспользоваться стандартной, это PROC CPU Info, в которой мы можем увидеть, что у нас в системе есть. В моем же случае это Intel Xeon E312, соответственно, это псевдопроцессор, с учетом того, что мы используем, скажем так, QM, то вполне достаточно будет просто-напросто указать, что это старый тип процессора на базе Intel. Более нам, как таковой, знать-то и не нужно. То бишь, если мы видим что-то похожее, сейчас я вам продемонстрирую, на тему того, что у нас есть AMD, либо какие-либо другие типы процессоров, то мы их просто-напросто выключаем и потом в последующем не используем. Для основных опций, так как, ну, первое это сборка, то бишь, мы должны понимать, с каким типом мы можем использовать наше ядро, как оно будет потом в последующем сжиматься. Соответственно, XZ считается таким, не сколько олдскульным вариантом, сколько лучшим форматом для сжатия ядра. Соответственно, далее мы можем, ну, RQ, какие-либо прерывания, таймерс, это все дело у нас на выбор, но на самом деле здесь как таковой смотреть-то и нечего, потому что все по умолчанию включено и каких-либо дополнительных опций вам тут как таковой не нужно использовать. Единственное, можно, конечно, выбрать Control Group, соответственно, если вы будете устанавливать TLC-контейнеры какие-либо, либо докера, то это все дело можно включать. Как вы видите, все это можно указывать звездочками, что будет обозначать, чтобы это дело было по умолчанию. Namespace, опять же, те же самые, можно указывать. И вот таким вот нехитрым способом мы с вами просто-напросто собираем нашу систему с какими-то определенными поддержками и потом посвечем уже, прям после того, как все это дело мы с вами собрали, можем уже использовать. Ну, соответственно, выбираем тип нашего процессора, с учетом того, что, к примеру, у нас нет AMD, то это все дело у нас выпиливается. Linux GUEST это поддержка так называемых систем виртуализации. Если планируете использовать какой-либо там, скажем так, QM, то нам, допустим, HEN поддержка не нужна, паравиртуализация как таковая тоже не нужна. Соответственно, оставляем только QM GUEST, ну, на тот случай, если нам это реально пригодится. И выбор процессора. С учетом того, что у меня ядро считается как бы старым, можно выбрать, давайте посмотрим. Для того, чтобы посмотреть какую-либо информацию, можно нажать на вопрос, то бишь, и почитать, что за тип процессора мы можем с вами выбрать, и потом посвечим уже использовать. Что еще такое интересно? Вот мы видим, что у меня AMD, MC, и фьючер. Мы это все дело просто-напросто можем отключить. Dell, поддержка лэптопов нам также не нужна. Поддержка AMD, там, ацелент его тоже не нужен. Это все дело просто-напросто выпиливается. Как видим, деприкейт, соответственно, в следующих видео, в следующих, скажем так, будущих ядрах, это все дело опять же будет отключаться. И вот так вот плавненько, простенько можем поизучать, что за что отвечает. Опять же, почитали, нужно, не нужно. Если не нужно, то отключили. Поддержка EFI, допустим, тоже это все дело выпилились. Потому что нам, как таковая, не нужна. Там, дебажинья и так далее, далее, далее. Это тоже не нужна. Работа с батареями, если вам это интересно, то тоже можно там полосить посмотреть. Ну, а так как у меня виртуализация, то, соответственно, нам это, в моем случае, точно не нужно. Фирмвейр драйвера. Ну, из Кази, понятное дело, что тоже не нужно. Или там Google, Кему и так далее. Это все можно вообще просто-напросто выключать и забывать. Виртуализация. Если планируется вложенная виртуализация какая-то, то тоже можно оставить данный параметр. Про архитектуру. Ну, здесь то же самое по умолчанию. Как таково здесь ничего интересного нет. За загрузку-подгрузку модулей можно единственное включить это поддержку принудительно, то есть перезапись модуля. А все остальное, как таковое, оно и так вполне неплохо себя работает, не показывает. Касаемо блочных устройств, тоже, допустим, блок Layout SG, соответственно, что это у нас SQDI Generic. Ну, честно говоря, не знаю, нужно, не нужно. Честно, даже как-то и не представляю. Также вот по партициям, допустим, если вы не используете партиции Solaris, выкидывая, там Unix Way те же самые, выкидываем. Если планируется монтирование каких-либо видов логических разделов, то это все дело можно оставить. Если мы UEFI White Partition, ну, оставляем, то, соответственно, есть шанс использовать это все делать с поддержкой UEFI. Macintosh тоже можно это все дело выпилить. BSD тоже не нужно. То бишь, вот так вот потихонечку, наглядно я вам демонстрирую, как этому нашу систему превращается, там она будет очень мелкой по отношению ко всем. Соответственно, поддержка сети, сетевые опции. Здесь у нас используются такие вещи, как NetFilter. Соответственно, если мы использовать будем IPTables и тому подобное, то данная штука нам очень пригодится. Ну, допустим, будет TP-протокол для загрузки посредством PXE. Если будет планироваться, то, опять же, в данном опции включается JRE туннелирование, поддержка виртуальных каких-то туннелей. Ну, в данном случае это все дело как-то так-то. Все на ваше усмотрение. Если вы не хотите, допустим, использовать IPv6 протокол, то его просто выпиливается и на этом все дело забывается. Вот как раз вот поддержка IPTables. Вот, если мы хотим, там, поддержку BridgeA включить, там, какие-либо дополнительные опции, там, reject, к примеру, те же самые, на нотирование, маскарадник, там, redirect, netmap. Все это дело так вот включается. RP-таблицы, ну, не знаю, на самом деле, насколько они мне нужны для видеоурока, но, как бы, вот, демонстрирую, как это можно все просто пару кнопками включать, отключать и смотреть. Собственно, вот так вот выбирается все это дело, потом, в последующем, просто оставляется и идет пересборка. В нашем случае, так как мы должны понимать, что у нас в системе имеется, можно воспользоваться командой lspci, соответственно, нам продемонстрируется все, все, что у нас есть внутри системы, для того, чтобы в системе посмотреть, какие драйвера за что отвечают, для этого есть волшебная команда, точнее, ключик с названием key, и у нас отображаются все керном модули virtue pci, ну, понятное дело, тут рассказывать особо не о чем, да, то есть вот саунд там, допустим, хода, и что-то еще может быть и есть, но в моем случае у меня используется всего лишь только virtio драйвера, поэтому этого будет вполне достаточно. Для серверов, если вы планируете пересобирать, то, конечно, я бы рекомендовал бы как можно максимально убрать все ненужные вам модули, потому что они как таковое, ну, пользу не несут, да и вред тоже, конечно, но если потом в последствии не хотите просто-напросто заморачиваться этим, то проще выключить и забыть, как страшный сон. Что ж, поддержка, так, бриджей можно включить, если хотим использовать виланы, тоже включается, также тут и бриджи должны быть, косы, всякие разные, там, open switch, виртуал протоколы, ну, это чистая настройка сети, поэтому в данном случае можно это дело все, ну, все зависит от вашего желания, на самом деле, и ваших потребностей, соответственно, хотите, включайте, не хотите, выключайте. Допустим, есть Bluetooth, ну, для серверов, допустим, они не нужны. Если вы не используете какие-либо там беспроводные точки доступа, они тоже выключаются, и, соответственно, их можно не включать. Чифы, поддержка библиотек, потом свечи какие-то тоже ненужные, то есть, все это дело можно смело просто-напросто выкидывать и оставить только необходимые нам вещи. Device Drivers, вот здесь уже начинается все интересно, то бишь, мы должны понимать, что у нас есть PCI Express карта, там, допустим, какая-либо, она нам не нужна. Допустим, опять же, давайте все это вот так вот дело выключается, соответственно, все остальное это просто-напросто вырубается. Далее, PCI карт, то есть, это съемные какие-то карты, но тоже не нужно General, но здесь вот можно оставить единственное, так, firmware load, enable, compress, мелочи все это дело, на самом деле. Чтобы найти, кстати, ваш драйвер как-либо, можно, опять же, стандартный, если кто использует там лес, либо Vim редактор, на слэш нажимаем и пишем вирте, допустим, драйвера, и проверяем, какие модули включены, какие не включены, Network Device Support включен, а вот Virtual Ring кольцо, оно, конечно, в моем случае оно мне не нужно. все остальное как таковое включено. Ну что ж, давайте выходим тогда и продолжаем конфигурировать наше устройство. Plugin Play Support, давайте бочное устройство тоже, loopback оставим обязательно, это наша петля для сети, и вот у нас Virtual Block, соответственно, драйвер необходимый, а вот все остальное можно на самом деле смело прям выключать, и наша система DRBD, допустим, Distribution Replication Block Drivers, ну, я не знаю, зачем он вам будет нужен в системе, если вы не будете использовать какую-либо кластер, к примеру. Все остальное просто-напросто смеленько выключается, выпиливается, и у нас остается помелочи совсем. Тоже все это можно выключить. Миск, так, Flash Media интерфейс Support. Вот такие вот переменные обозначают то, что данная команда, данный модуль зависит от какого-то еще модуля, и, соответственно, его просто так вот выключить нельзя. То есть, это надо смотреть. Опять же, смотрится просто. Видим, что у нас есть некий Misk Drivers, который включен по зависимости от PCI, и, соответственно, мы его не сможем выключить. VMware не нужны. Intel микрофоны тоже ничего не нужно. Можно смело тоже. Алк какие-то, там Realtec PCI-карты, USB-карты тоже это ничего не нужно. ATA, ну, здесь тоже ничего не надо. RAID, ну, тут можно оставить чего-нибудь, а именно SCAZE. CD-ROM точно не нужно. Ленты тоже не нужны. SCAZE SuperDisk, что у нас тут, you want HardDisk, FiberChannelDisk, BLK SDR. Оставляем. Так, что еще у нас тут интересного? вербосы SCAZE R-Reporting, так, логинг, асинхронный SCAZE сканер, ну, это можно оставить. FiberChannel не нужны, SCAZE не нужны, тоже не нужно ничего это дело. а здесь вот прям совсем ничего не нужно, мы можем это все дело прям беспощадно удалять. вы посмотрите за сколько это все дело, на самом деле очень быстро потом в последующем соберется. Если ранее там ядро собираюсь где-то в течение, если мне не ошибает память в районе 30 минут. Так, сейчас мы все это дело с вами повыключаем и соответственно теперь мы это можем, да, можем. Все это дело мы с вами выключим, оставим только опять же Virtua Driver. Конечно такая монотонная работа заставляет людей мучиться, какие-то вещи просматривать, соответственно оставляем только опять же Virtua Support, все остальное мы с вами благополучно удалили. из хозяй все скази мы полностью удалили. Serial Ata опять же по аналогии все это дело быстренько выпиливается. Legacy Cd Pata это можно оставить Ata Support тоже а все остальное опять же выпиливается до момента поиска Virtua Driver. вот вот так вот у нас производится настройка опять же нашего ядрышка. Конечно муторная работа если честно давно я уже ты скажем так сборкой ядер не занимался по одной простой причине потому что опять же надо понимать то что такие штуки это узконаправленные вещи и добавка ко всему General Cata Support Atspi ну пата не знает насколько это нужно все оставим так пару модулей для приличия это все дело нужно потому что как как мы понимаем очень важный момент если мы используем LVM раздел то соответственно Multiply Device Driver Support обязательно должен быть включен Device Mapper Support соответственно тоже должен быть включен и RAID Support поддержка тоже должна быть включена потому что используется фактически один модуль ядра соответственно здесь уже можно оставить все как есть если не ошибаюсь вот эта обязаловка должна быть DM RAID да модуль который собственно используется под LVM далее Fusion MPT если у вас есть какие-то мобильные устройства то их можно оставить а все остальное беспощадно удаляем Macintosh Network Drivers ну аналогично способом бондинги не знаю насколько это нужно Fiber Channel Timming Macplan тоже это на самом деле TuneTap девайс суппорта тоже не нужны Network Driver согласен нужен все остальное Ethernet драйвера прям берутся и удаляются вот как-то так Point to Point протокол если у вас модель на какое-то соединение слипы а именно сериалат USB какие-то драйвера виралисы сети ван интерфейсы в мваре все это дело Hyper-V поддержка тоже не нужна все это дело у нас удаляется от эмма драйвера так так выпилили все вообще красота делом за малым так вертел прям в ядро можно включить не нельзя только модулем так бондинги да не нужны эти бондинги на самом деле так input device здесь нам нужна только клавиатура мышка поддержка с учетом того что у нас event интерфейс мыши не нужны джойстики не нужны клавиатура ну тут должна быть одна клавиатура на самом деле поддерживается да а руки то пол у меня обалдеть все остальное это просто можно смело удалять потому что это тоже не нужно что у нас тут вертел терминал ну и здесь у нас поддержка идет и да тут все это дело тоже можно все поудалять на самом деле вертел консоль оставляем и все остальное нам не нужно тоже выпили просто тоже не хочется сейчас вам тратить на 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 это очень очень много времени потому что процесс реально очень долгий агп тоже удаляем бут лога это пингвинчики наши как раз так консоль дисплей здесь может как есть оставить не принципиально так звуковые карты тоже usb тоже sd карта тоже remote контроллер суппорт хреба пусть будет infibank тоже не нужно реал тайм ну здесь уже оставить как есть потому что будут проблемы со временем virtualization драйвер virtualbox но естественно не нужно вертик драйвера здесь все нужно все 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 вообще даже не модулем а вот так вот сделать и все все поддержка полностью hypervee не нужен на кой хрен он нам нужен здесь стыгеньки драйвера но тоже не нужно ничего все карты x86 платформа тоже не нужна вот как-то так все дело выпиливается соответственно у нас есть тоже какой-то драйвер и оставляется только то только те вещи которые нам реально нужны так что еще андроидушки тоже не нужны как таково здесь фактически все выполнено но опять же проверяем что у нас имеется какие у нас в системе лс плк или а да вот у нас все поддержки соответственно мы смотрим да проверяем значит из f диск и деф вода и смотрим 83 8 е и соответственно 8 е у нас побит на ох как это состав так проще будет наверно на xt4 да значит xt3 нам не нужно резайзер fs не нужен это тоже ничего xfs не нужно вот ничего не нужно enable postx оставим квота не нужна fuc оставим virtual файл систему оставим overlay не нужен кэш какой-нибудь менеджер не нужен здесь оставим как есть dos fs но ребят если будете планирует там монтирует что-то то тогда конечно же это все дело можно включать так здесь huge page поддержка хрен с ним пусть будет что у нас тут apple не нужен squash fs нужен обязательно нужен ufs нужен ufs нэнжер я боюсь так здесь все оставим как есть network файл систем нфс не нужен самбо не нужно то есть поддержка языка убираем все оставляем только о том языке на котором мы разговариваем кирилль пусть будет не зная эти языки что-то знакомое тоже не знаю тоже включаем греков там все вот эту ерунду нам честно говоря и не нужно united state оставим это оставим латин иногда нужно ну и соответственно все остальное из поддержки языка выпиливается оставляется только опять же русский украинский что-то наподобие обязательно утф8 дмл пусть будет нормализация тоже оставляем из защитных опций ну здесь все зависит от вашего желания и поддержки и соответственно какой-либо сборки здесь то же самое то есть все как что-то вам нужно то вы уже выбираете кернал хакинги опять же дебаж там что-то запрещать разрешать пакс какие-нибудь что-нибудь такое тут тоже должно быть ген 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 линукс суппорт вертел вертел транспорт драйвер да не нужен он крипто тоже как таковое дм верти гну верти гпу драйвер так давайте зайдем что-ли посмотрим так верти переключиться может быть так а вы знаете как переключаться друзья вот у нас циферки написаны соответственно на эту циферку мы переключаемся нажимаем вот цифра 3 к примеру нажали и мы сразу переключились и далее здесь ищем поддержку верти лэптоп дирек рендер что-нибудь есть виртуал кернал верти гпу драйвер так интерфейс бридж какая ерунда интересная соответственно оставляем дальше проверяем верти он здесь ну давайте тоже циферку 1 нажмем соответственно и пошли искать верти он нетворк есть виртуал 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 так бондинги тимфи бирченовы значит нужно включить какую-то опцию верти он чтобы это дело заработало каев верти транспорт ищем ищем каев значит где-то сам внизу должно быть хотя он нафиг не нужен на самом деле вот он каев да нафиг собственно вот таким вот не самым сложным способом у нас все это дело собирается главное чтобы у нас было установлен блочное устройство с поддержкой скотя вертел есть вертик баллон включен блочное устройство включено как модуль вертик консоль включен и соответственно импут включено меню включено ммо так все вроде бы включено сеть включена пися и включено все включено support for virtue ppm virtue driver yes а чего lip ай нафиг не нужно значит сокеты не нужны ничего больше не нужны и далее выходим и собираем выходим выходим ну соглашаемся далее у нас идет сборка ядра как мы помним соответственно нам нужно убедиться что кат etc default l что у нас там групп да говоришь дуэм включен все значится поддержка ядра у нас произойдет после чего мы с вами сейчас еще раз убеждаемся что у нас есть select kernel list находится на новом ядре 5 4 48 есть select profile list тоже все хорошо все у нас консолечки сейчас все это дело обновится должно быстро на самом деле скомпилиться потому что половину мы сразу вырубили тут у нас ничего не связано все отлично скомпилиться быстро должно потому что у нас ядро маленькое ну а если вы хотите поработать руками то ребят на самом деле опять же если я не ошибаюсь тут documentation есть на kernel org и там очень очень подробно рассказывается как собирать как смотреть что за что отвечает это самый лучший справочник по сборке на самом деле ядра лучше разработчиков никто конечно знать не может вот и соответственно kernel org вам всегда готов помочь в виде того что есть как собирать и где искать основные моменты мы с вами разобрали соответственно мы сейчас с вами соберем ядрышко и после чего перезагрузимся убедимся что система у нас полностью поднялась и на этом можно заканчивать урок по сборке ядра надеюсь понятно если что то непонятно пишите в комментариях если скажем может быть на самом деле честно говоря сборка ядра это самая такая на первый раз кажется сложной штукой на самом деле ничего сложного нет вы смотрите на лс писяй с ключом к смотрите какие у вас ядра есть начинаете искать по имени вашего ядра после чего уже в меню конфиге вы находите ваше ядрышко а именно модуль его включаете все остановит выпиливается если хотите поддержки определенные безопасность ну тут друзья я вам мало чем смогу помочь потому что так скажем они каждая отдельная все друг от друга зависящие поэтому тяжеловато будет и вам и мне в плане того что что-то объяснять потому что либо тогда пишите конкретный вопрос либо собственно смучитесь сами потому что я в первые дни своей молодости скажем так по сборке ядра ох ну дня наверное недели две убивал на то чтобы правильно корректно собрать вроде бы собирается правильно то лвм потеряется то не знаю там ну в основном были проблемы именно с блочным устройством я этого боюсь как огня потому что для меня простой там скажем там 5 минут это потеря денег организации соответственно да по престижу по своему уже эго и бьет если честно вот ну а так дома сидите поковырять посмотрите разбирайте я думаю что никаких проблем у вас не возникнет главное не бояться на самом деле это все-таки операционка это железка это глупая железка вы умнее чем она она быстрее вас считает так что она опять же те же самые люди написали вот ломайте не бойтесь вот раз 500 поломайте на 501 раз вы наконец-таки поймете не поймете на 500 раз ну так еще 500 раз поломайте делайте снапшоты ставьте виртуалки и мучите приложение после этого у вас будет какое-то понимание вот и тогда уже будете какие-то производить вещи манипуляции ну что ж давайте пока поставлю на паузу на самом деле вот а то может быть и правда там для меня это быстро в плане того что это сейчас будет собираться 5-10 минут на самом деле сейчас у меня уже 2 минут все это дело собирается вот рассказывать я уже не знаю про что давайте пока на паузу как закончится ну по крайней мере на сборке модуля перейдет я тогда вернусь прошло буквально 2 минуты с конца нашего с вами разговора пошли уже сборки модулей то есть по факту осталось еще пару минут и соответственно дело ближется к концу после чего у нас система автоматом все это дело положит в директорию boot мы можем это даже убедиться в этом давайте посмотрим lsla boot и вот они наши уже готовые ядрышки фактически подгрузились сейчас и не травм fs соберется как видите давайте мы с вами в human style перейдем буковка h поможет нам и как вы видите разница все-таки есть здесь убралось тут убралось тут пока ничего не убралось ждем как только соберется все это дело делаем волшебную команду групп mk config o boot group group .kfg и собственно на этом установка и сборка ядра подойдет концу после чего перезагружаемся смотрим и наслаждаемся 7,9 мегабайт да значит сейчас вроде бы фактически все модули там выпилили должно это быстро все происходить вот еще так минуты с минуты полторы думаю и подойдет концу давайте не буду томить вас все-таки поставлю на паузу как закончится я к вам вернусь вот происходит установка и не травм fs спила busybox блк смотрим сейчас и убедимся насколько чего это у нас будет по размерам соответственно все вот эти вот вещи которые вы будете выгружать это будет занимать меньше загрузка но опять же надо понимать то что железо сейчас у людей мощное соответственно мало кто такими вещами заморачивается но знать надо опять же если вы будете сдавать на какую-либо сертификацию будь это lpi linux for implementation либо там redhat какой-либо сертификат вот эти штуки нужны нужно понимание того как это все дело реализовывается сертификаты это штука полезная если хотите больше денег по поводу котирования говорить ничего не буду потому что каждому свое как говорится и тут уже дело за малом на самом деле если ну честно говоря когда я сдавал я старался сдавать так чтобы это был не один вендор а все-таки там скажем так несколько вендоров подряд смешанные то бишь операционные системы потому что неважно какую работу вы придете по закону подлости то операционная система которую вы будете хорошо знать она будет совершенно другая устроитесь на центус будет сусе устроитесь на сусе будет дебен устроить на устроитесь на герой там скажем там на дебен будет бсд как антиперцунг ну а со временем если вы будете уже скажем так более опытный вам будет на самом деле наплевать на какой операционке работать потому что любая операционная система это всего лишь какая-то оболочка с набором программ а все они очень схожи разница той же самой redhat от дебен всего лишь название пакетов и место локации их ну если допустим брать апач тот же самый в redhat подобных это httpd сервера в дебен подобных это апачи вся разница а команды те же поэтому запоминайте команды запоминайте где чего лежит как хранится и будет вам счастье будьте вы самым незаменимым профессионалом в своей специфике в своей работе что-то как-то все это прям долго друзья прям аж не ну как на самом деле все быстро ну и и долго в том что в том числе вот тут amtuc какие-то вещи непонятные пишутся но опять же не надо забывать у кого какого железа в моем случае у меня железо слабенькое плюс места не хватает соответственно я использую USB диск твердотельный ну и скорость оставляет жевать лучшего именно жевать а не желать жует жует а что жует непонятно сопли жует ну опять же друзья так вот с пару с десяток раз пособирайте намучайтесь и запомните что куда чего и как где чего куда и класть ладно давайте опять на паузу поставлю да друзья что-то очень уж долго на самом деле но будем считать что это проблема все-таки железом а не с чем-либо остальным что ж вот мы и собрали с вами ядрышко вот несчастный нас лвм там мучился очень долго почему-то значится читаем внимательные инструкции но бутлоуд сет скип бутлоуд апдейт соответственно у нас все остальное напоминает о том что нужно добавить дуэлвм после чего автоматически все это дело подмонтировалось положилось вот как раз конфигурационный образ давайте проверим сколько же у нас ах то поразительно mount def vd1 бут и посмотрим сколько у нас все-таки бут занимает теперь как видите в два раза мы с вами срезали 3,5 мегабайт по отношению к предыдущему ядру то бишь ядру по умолчанию что ж чтобы не быть многословным и скажем так 123 123 пишем boot и система пошла ох амк конфиг то я сделал а и не сделал друзья что же я клуб такой 5 4 3 8 да ну что ж это уже мой косяк 123 123 после чего mount def vd1 boot и далее mk конфиг boot чпунь ищем ядрышки ищем ядрышки находим говорит хорошо и теперь ребут еще разочек пошли в ребут выбор 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 ядра ядра должен у нас с вами сейчас 5 4 48 грузится нашел два логических раздела и соответственно мы загрузились дальше ну как то так что ж дело за малым подключаемся проверяем что ничего у нас не потерялось лс плк все на месте лс писяй ну вроде бы все на месте кроме звука ну да звука нет айпиа и саш все на месте ну понятное дело мы сейчас посредством саш с вами никуда не подключились друзья если у вас имеется вопрос не стесняйтесь пишите если по ядру что-то непонятно то уже пишите я понимаю очень длинный ролик получился я не хотел каюсь я стараюсь писать максимум в полчаса но большом сожалению мы вы видите тут пили его не пили режь его не режь на два куска забудьте первый соответственно и лучше цельным тогда сделать пишите комментариях если что-то непонятное если понятно тоже пишите не знаю спасибо говорите там не говорите ничего просто плюсики ставьте вот а так как всегда по традиции я говорю подписывайтесь ставьте лайки и пока пока